Как вы знаете, с 9 сентября начали работать инспекторы о спарковании. Они начали работать по направлению выявления нарушений правил дорожного движения в части остановки стоянки. За полтора месяца, на сегодняшний день, инспекторами было выявлено 541 нарушение правил дорожного движения в части остановки стоянки. По всем нарушениям составлены постановы. Если предположить, что все эти постановы будут оплачены, то это примерно на 260 тысяч гривен. По данным Департамента финансов и казначейства, на сегодняшний день было оплачено на сумму 84,5 тысячи гривен. Как идет оплата? Первые 10 дней водитель, который нарушил правила дорожного движения, имеет право оплатить половину стоимости штрафа. И тогда в этом случае постанова будет считаться выполненной. Начиная с 11 по 30 день необходимо будет оплатить полностью штрафную санкцию. Это либо 255, либо 510 гривен. В случае, если в течение месяца водитель не оплатил штрафные санкции, материалы направляются в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа. На сегодняшний день мы уже подготовили и направили 24 постановы за неуплату штрафа в течение 30 дней. Сколько сейчас у вас инспектора? Значит, на сегодняшний день полностью работают на дороге 3 инспектора. Плюс 3 инспектора еще прошли конкурсный отбор. Сейчас буквально пару дней получают форму, получают паншеты и выходят на дорогу. Они прошли стажировку, то есть к концу этой недели у нас уже будет работать полностью 6 инспекторов. И есть ли у вас статистика, сколько водителей обжалуют постановление в судебном порядке? На сегодняшний день я знаю о том, что один водитель собирался обжаловать. Дело в том, что работа инспекторов с паркованием предполагает фиксацию нарушения средствами фото-видео фиксации. И выкладывают эти нарушения на сайт городского совета. То есть для того, чтобы обжаловать, нужно иметь основание, что машина не нарушала. Но мы фиксируем все нарушения. Дело в том, что патрулировать какие-то определенные места у нас сегодня тремя инспекторами, даже шестью, нет возможностей. Каждое утро инспектора получают маршрут движения. В основном это центр города. Это те улицы, по которым проходит общественный транспорт. Это те улицы, на которых, по нашей статистике, находится большое количество транспорта, которое стоит с нарушением правил дорожного движения. Пока это так. Когда к нам, дай бог, будут и штаты увеличены, и придут больше инспекторов, мы тогда сможем делать какие-то группы патрулирования в том или другом месте. На сегодняшний день мы наблюдаем даже такую ситуацию. Проходят люди, Екатерининскую, к примеру, составляют постановы. Машины уезжают. Примерно полчаса, час. Обстановка нормальная. Как только инспектора уходят, все, опять же, начинают бросать там машины. Да, в перспективе мы планируем постоянные маршруты, где будут работать наши инспектора. Да, действительно, мы ведем переговоры сейчас с полицией о том, чтобы осуществлять эвакуацию, так как это действенный метод. Есть два пути решения. Либо мы сейчас все-таки договоримся с полицией о том, что они будут выделять нам эвакуаторы и, соответственно, эвакуировать. А второй метод. Сейчас ведутся переговоры о закупке, говорят, двух эвакуаторов новых. Дай Бог, если они закупятся, то, естественно, мы сразу начнем работать. Потому что люди готовы, документация готова, законодательство есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова